В Бзыбской средней школе номер один прошла неделя доброты. В рамках этого времени были собраны денежные средства, которые были переданы Культурно-благодворительному фонду Ашана. В течение одной недели учащимся Бзыбской средней школой номер один рассказывали о том, что необходимо творить добро, помогать нуждающимся людям, поддерживать больных детей. В течение этого времени проходила ярмарка, на которой продавались сладости и различные рукоделия. Собранные деньги пополнили урну-копилку добра, специально установленную в холле школы. Также прошли открытые уроки добра. В рамках этой недели старшеклассники помогали по хозяйству матери погибшего воина Людмиле Читанава. Учащимися совместно с учителями были проведены работы по уборке территорий, прилегающих к памятникам поселка. Копилку добра пополнили все желающие дети, их родители и педколлектив. В последний день недели доброты Бзыбскую школу посетила директор Культурно-благодворительного фонда Ашана Джейвера Колосова. Она поблагодарила учителей и учащихся за активное участие в данной акции. В этом году третий раз празднуется Всемирный день доброты. Участвуют не только школы, участвуют и предприятия. Школы организовывают ярмарки, праздники осени, продают там какую-то свою продукцию. И в принципе этот праздник не направлен на сбор средств, он направлен на то, чтобы дети поняли, насколько они могут участвовать и своим трудом, и своим временем в этой идее благотворительности. И каждая школа выбирает для себя формат. Насколько я вижу и насколько я знаю, многие школы очень участвуют, ну практически все школы участвуют в этом празднике. Эта школа, она целую неделю проводила праздник, они организовывали ярмарки, собрали деньги. И дети, они очень рады, что они своим трудом поучаствовали таким образом в лечении больных детей. Все эти средства будут направлены на лечение больных детей, наших подопечных, наших абхазских детей, родителям которых сложно собрать такие суммы, потому что суммы зачастую бывают большие, и нет ничего страшнее, когда ребенку можно помочь, и стоит одно такое препятствие – это деньги. Это самое страшное. И здесь, конечно же, уже наша республика, она объединяется. Предприятия нашей республики, они в этот день, у них такой тоже день милосердия, и они один день своей зарплаты тоже перечисляют на лечение детей. Поэтому в этом празднике объединяется вся Абхазия. Этот праздник мы готовим совместно с Абни, прописываем программу на основе Абсуара, на основе абхазской литературы. Мы создаем такой текст, где бы дети могли увидеть, как это испокон веков в Абхазии традиционно, насколько это традиционно, и чтобы они начали просто обращать внимание в своей обычной жизни на то, что на самом деле люди вокруг помогают друг другу. Просто вот свой взор обратили вот туда. Не на то, что плохо, не на то, что не получается, не на то, что вот какое-то зло есть, а чтобы начали видеть добро вокруг. Затем была вскрыта урна и подсчитаны собранные средства. Их сумма составила 17 130 рублей. Это мероприятие в первую очередь дает понять детям, что нельзя оставаться равнодушным к болезням и немощностям людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова